В этом видео поговорим о том, что российские войска перешли в контрнаступление в Курской области. Ки-телеграм-каналы и военные корреспонденты вчера вечером сообщили о переходе российских подразделений в контрнаступление в Курском приграничье. Непосредственно перед началом наступательной операции министр обороны Белоусов провел заседание Координационного совета посвященной безопасности приграничных районов Курской, Брянской и Белгородской областей с участием командующих войсками и главами регионов. Картинку с данного совещания транслировали без звука. Сразу после данного совещания портал МАШ сообщил о переходе российских военных в наступление в районе нескольких населенных пунктов, которые до вчерашнего дня находились под контролем ВСУ. За вечер и ночь, по предварительным данным, были освобождены населенные пункты Гордеевка, 10 октября, Мартыновка, Кульбаки, Коренева, Нечаев, Внезапная, Викторовка, Бяхова. Российские военные вплотную подошли к селу Свердликово, которое находится рядом с Уджей. По информации телеграм-канала «Два майора», российские военные ведут активные действия в западном районе Курского приграничья. За минувшие сутки предположительно было освобождено около 15% захваченной ранней территории. Позднее пришла информация о переходе в наступление российских подразделений из восточной стороны Курского приграничья. В наступательных операциях участвуют 51-й парашютно-десантный полк, 155-я бригада морской пехоты, 56-й полк ВДВ, морпехи и 810-й бригады Черноморского флота. Украинский генштаб для удержания позиций на Курском направлении, по данным портала Deep State, сейчас предпринимает серьезные усилия для нейтрализации прорыва российских войск. С этой целью из Умской области на Курщину оперативно перебрасываются резервы и техника. Сегодня заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Аптий Алуудинов сообщил, что российские военные в ходе начавшегося вчера контрнаступления взяли под контроль около 10 населенных пунктов.